всем привет говорит и показывает криптографический дайджест под номером 41 на конечно же на крипто коммунсах сегодня дорогие зрители хочу с вами рассмотреть две на мой взгляд очень важные темы первая довольно быстро и по-хорошему наверное уже не раз но навсегда эта тема просвещенная псевдониму сатоши накамото и всем бесчисленным попыткам изобличить и найти людей или одного человека кто за этим псевдонимом скрывается наверняка многие из вас посмотрели фильм hbo money electric тайна сатоши накамото тайна биткоина если правильнее говорить не помню сейчас на неважно важно то что автор конечно же не раскрыл эту тайну и на мой взгляд даже к ней не подошел вплотную потому что ничего нового мы абсолютно не узнали хотя так можно всегда говорить что когда не произошло какого-то феерического вдруг открытия на там ничего нового на самом деле ничего нового в подходе к попыткам изобличить и найти тех кто прячется за этим псевдонимом основная проблема как я уже говорил ранее и в ньюсблоках и в предыдущем дайджесте если не смотрели обязательно посмотрите поэтому сейчас не полезу в детали в том что доказательством могут быть только личные признания этого человека или группы с подтверждением того что они обладают ключами никто в здравом умея нормальной как бы трезвой памяти вообще в принципе в адеквате это делать не будет потому что речь идет о гигантских просто суммах это во первых а во вторых те люди которые на самом деле стоят за всей этой историей и за открытием в том числе и криптовалюты биткоина в том числе это те самые шифропанки для которых сделать то о чем я сейчас сказал является абсолютно противоположным их изначальным взглядом на жизнь и подход к приват приватности и конфиденциальности так вот таким образом никогда и никто эту тайну никто не раскроет то есть не раскроет единственное может быть здесь исключение но опять же сейчас мы вернемся к первому пункту что если вдруг чисто теоретически какие-то злоумышленники этих людей начнут пытать и под пытками эти ключи у них достанут там паяльники вход пойдут или какой-то невероятно нлп и прочие там какие-то подходы то став обладателями этих ну по-хорошему несметных богатств люди никогда не расскажут что вы знаете вот тут на самом деле эти вот оказались сатоши накамото они тут признались ну конечно под пытками да и мы теперь обладаем ключами вот доказательства потому что пойдут другие и уже за этими злоумышленникам придут другие злоумышленники кто будут уже их там пытать вскрывать эти секреты тайны и попытаться пытаться забрать эти ключи таким образом мы приходим к тому что история того кто является сатоши накамото на мой взгляд и кстати дорогие зрители если вы с этим не согласны напишите в комментариях вашу точку зрения мне правда интересно послушать и понять что может быть я неправильно смотрю на эту историю так вот эта вся история сатоши накамото на мой взгляд должна быть закрыта раз и навсегда потому что никто никогда не докажет реально так обоснованно не докажет кто за этим псевдонимом находится что за группа людей и наверное это даже очень хорошо и здорово потому что как я говорил что во первых это риск для самих людей и но это просто на мой взгляд совершенно ненормально нездоровый девушке говорю что там не этичный как-то да пытаться вскрыть эту тайну которую сами люди хотят оставить тайной при этом это не какое-то там нарушение закона там преступление которое следует нам раскрытие наказать вновных вот это во первых а во вторых то что я сейчас перечислил не буду не буду повторять никогда не произойдет и по причинам по которым это уже сказал поэтому дорогие зрители раз она всегда предлагаю тему это закрыть если какие-то опять будут попытки к ней вернуться просто возвращаться к тому что мы уже сказали иначе это будет просто от времени движемся дальше и вторая тема сегодняшнего выпуска дорогие зрители это на мой взгляд гораздо более влияющие на происходящее в крипто пространстве она удивительным образом сейчас развернулась за последнюю неделю практически на 180 градусов и в третьих она на первый взгляд начинает все свое долгое вот это прошествие времени опять все сначала но как на мой взгляд на самом деле концовка гораздо ближе чем мы даже можем себе представить вы правильно догадались речь идет про компанию ripple и регулятора которая на самом деле должна не является регулятором моем понимании это действительно какая-то тоже компания которая пытается я даже честно говоря не знаю что пытается сделать я действительно не могу понять но сейчас объясню почему что делает сек и чего добивается гарри ганслер и так тема нас там настолько емкой что я разделю сегодня на три части часть 1 это событие связаны с апелляцией уже не самой сек которая подала уведомление до сих пор не раскрыв то что произошло то что в этой апелляции находится а апелляция ripple встреч встречные действия на действие все которые были неизбежны и так апелляция xrp ripple что мы об этом знаем то что генеральный директор ripple брэд герлинхаус заявил а компания будет опротестовывать одно решение суда связано с тем что первичные продажи токена институционалом суд посчитал ценными бумагами соответственно ripple выполняет и действие и не зарегистрировавшись должным образом всех нарушила закон оценок бумагах и сразу здесь скажу что ни слова о том что ripple собирается защищать позицию принятую судом о том что xrp сами по себе токены не являются ценной бумагой брэд герлинхаус не сказал ни слова поэтому я исхожу из того что как я и говорил ранее и в ньюсблоках и предыдущем дайджесте а информации о том что здесь сек каким-то образом этот пункт это решение собирается опротестовывать ни у кого не было мы знаем что всяк сделала уведомление в апелляции но нигде не было информации о том что в этой апелляции на самом деле было как по мне так большинство в том числе и я склонялись к тому что скорее всего всех будет опротестовывать размер штрафа уж слишком не сопоставимо решение суда назначенная ripple выплатить штраф размере 120 миллионов эта сумма выглядела с изначально затребованный сек 2 миллиарда 2 миллиарда то что xrp не является ценной бумагой самой по себе торрес судья достаточно подробно объяснила и понятно почему потому что используемый хоуи тест даже с точки зрения самого теста который применялся всегда к ценным бумагам не являющимся достаточно ликвидными свободно распространяемыми токенами как в крипто не имеющий сейчас достаточной широты определения токенов потому что есть некоторые условия которые хоуи тест не покрывает своим определением еще почему шутку даже говорили что хоуи тест для крипты теперь не используется и судья торрес теперь применяет как бы внедрила такое понятие как ripple тест так вот и отвлекся торрес объяснила почему это решение было принято и в целом оно было на мой взгляд абсолютно логичным то есть ценная сама по себе бумага это не свойство определенного какого-то документа вот просто по самого по себе грубо говоря вот там листок бумаги определенного цвета определенной там плотности бумаги шрифта это именно условие что этот из себя документ при пола предполагает как для инвестора так и для лица а лицом в хоуи тесте напомню является стандартная организация то есть юрлицо набор людей это не какое-то физлицо там несут ладно опять отвлекся и в ситуации с самими токенами также как и любой например актив который просто самые по себе является актив например взять деньги да вот почему допустим мы не можем считать деньги ценными бумагами допустим некоторые тоже валюты растут в цене до некоторые падают да можно сказать что вот допустим вместо того чтобы держать там я не знаю свои средства в там в песке в кирпиче там я не знаю там или в картинах ты их держишь в деньгах и они тоже меняют свою стоимость правильно и с одной стороны ты выступаешь инвестором в организацию потому что государство является крупной крупной организации в который ты вложил свои фактически там какие-то активы у тебя появились деньги и они меняют стоимости отлично это ценная бумага но нет так вот кстати сейчас мы к этому в конце выпуска тоже вопросу вернемся судья торрес это все очень подробно объяснила и на мой взгляд то что сек будет пытаться опротестовать решение суда связано с тем что xrp сам по себе токио не является ценной бумагой на мой взгляд было достаточно сильно очень вероятно потому что даже в конечном итоге если посмотреть на отличие там того же эфира который тоже является proof of stake как и ripple я уж не говорю про bitcoin который да там тоже за которым тоже есть кстати сообщество разработчиков которые его разрабатывают и которые принимают определенные решения эти токены по сути по своей очень очень близки друг другу и если допустим эфир не является ценной бумагой который кстати раньше всех считал цены бумагой потом взяла и передумала то почему xrp сам по себе может являться ценной бумагой абсолютно правильно таким образом у меня была реально сильная уверенность в том что сек будет защищать именно размер штрафа с остальным особо спорить как бы нечего потому что ну и так здесь ripple проиграл в плане того что ее нахлобучили за первичные продажи институционалом и здесь мы с вами переходим к самому самому интересному до настолько что на мой взгляд это выходят вообще за рамки просто понимания добра и зла и вообще здравого смысла в августе этого года одна компания а именно битномиал берет и принимает решение о том что она хочет выйти на рынок предлагая торговлю фьючерсами на xrp это важный момент потому что фьючерсы попадают под управление cftc но перед тем как она это делает к ней подходит приходит сек и говорит нельзя потому что xrp внимание являются ценной бумагой то есть проходит целый год после того как судья принял решение сек с этим желаем мир с этим жил значит сек не говорила никаких возражений и даже в своем апелляционном действии они не она не рассказала об этом давным-давно еще то есть сейчас пусть август сентябрь октябрь ну практически там полтора минимум месяца уже прошло как с момент когда мы об этом узнали а сек считала и продолжает читать несмотря на решение суда от сделаю шаг в сторону помните дорогие зрители как постоянно генслер говорил особенно на конгрессе на слушаниях это прям было вообще феерически просто под прям подчеркнуто что без каких-либо предсуждений да там это за судом решение то есть он ему говорят эфир ценная бумага или неценная ответь как-то определяешь цены бумага нецена он никогда этого не говорил всегда говорил суд решит и вот суд решает суд говори что да теперь xrp нет цены бумага более того суд объяснил даже почему и генслер такой горит дани цены бумага и говорит эта компания бит номер горит нельзя потому что xrp является ценной бумагой а раз ты хочешь фьючерсом еще торговать значит это дело должно курировать и управлять этим не только сек но еще все в тисе ну как бы здесь логично по фьючерсам вопрос по фьючерсам вопросов нет но то что xrp блин ценная бумага сек говорит бит номер спустя целый год после этого решения суда и никому об этом ни слова а знаете как мы об этом узнали да есть некоторая проблема в коммуникации компаниям как коммуникации компании не должны друг с другом все рассказывать и делиться о том что вдруг бит номер такая еще в августе об этом узнала от сек то что сек не пришла и сказала нельзя то есть пока сейчас сек никаких действий не предприняла но бит номер не пошла и не сказала никому открыто вы знаете тут вообще оказывается тема такая ripple то в курсе в деле то которые у вас там всех вроде бы как бы решилась по xrp их состояние там их их оценивание того что в рынке они не являются на бумагами а сектор похоже не согласилась с этим с решением суда не с вашей позиции до бит номер об этом не сказал и не должна была говорить но суть в том что оказывается мы даже сейчас до последнего момента не знали пока этот бит номер не пошла с заявкой в суд с иском к сек о том что она горит сек ну ладно сейчас уже просто давайте я выдохну и скажу просто в общем бит номер подала за я подала в суд на сек о том что сек не дает ей работать с товарными фьючерс прошу прощения с фьючерсами на xrp и вот из этого иска мы из узнали что оказывается сек она вообще судья торос там xrp не цены бумага даже вообще не считает вот насколько вот на мой взгляд это просто сейчас объясню почему вот у меня даже это прямо так вот воодушевило и взбудоражило да потому что если даже то что говорит гэри гэнслер является полным бредом абсурдом и непонятицей он даже решение которое он сам говорит будет типа там считать и отдает на откуп суду принято решением суду гэри гэнслер вообще не ставит даже в какой-то там вот ну и не слушает и даже и как в какой-то ориентир это удивительно потому что это сейчас мы перейдем дальше потому что это объясняет мне кажется вообще все поведение гэри гэнслера и на самом деле то чем он руководствуется ну во первых понятно что гэнслер как пропеллер вертел все решения суда при этом он сам постоянно говорил что законодательство достаточно достаточно исчерпывающий никакой неопределенности нету но никогда не отвечал на вопросы прямые каким образом можно определить является ли токен ценной бумагой или не является он всегда говорил без предосуждений и здесь важный момент при джажмент в английском означает как раз не только предосуждение но еще и без какого-то решения вне там якобы суда игра слов но здесь важно понимать что он всегда это отдавал на откуп судам суды принимают это решение суд говорит что этот токен не ценной бумагой даже объясняет почему гэнслер как пропеллер это это решение провертел второе очевидно что за гэнслером стоит не просто какая-то лоббистская сила которую он интересы которой он фактически вывозит и защищает причем выглядит абсолютно глупо не говоря не объясняя просто тупо действие что ему говорят но фактически фактически его боссы и что интересно что это сила похоже даже не интересуется и даже не беспокоиться тем каким образом будет выглядеть регулятор и возможно гэнслер а во-вторых то что она возможно единственно что я могу вот здесь объяснить эту всю ситуацию тем что либо не интересуется происходящим просто сказала знаете как погружаться не буду не разбирайся гэнслер как может разбирается хотя выглядит конечно жалко и убога либо она настолько мощна что она уверена в своей в своей силе и в том что сейчас происходит в суде и и похоже ну может быть конечно тоже беспокоит потому что сейчас интересно как этот астросюжетный детектив и вообще там этот триллер да куда он повернет и куда пойдет дальше она уверена в своей какой-то силе безнаказанности потому что я сейчас даже не могу просто представить что если суд я очень надеюсь конечно на то что суд отстоит и ripple отстоит свои интересы но что самое главное что будет принято решение о том что с токены сами по себе вот когда вот они просто являются и нигде никак не используются не являются и не могут являться ценными бумагами без условий в которых они используются продаются или в какие-то там отношения там в контрактные они вступну пусть они сопутствуют этим контрактам отношения то как гэри гэнслер откатится назад и по всем делам по которым он нагнул очень много компаний оштрафовал принес огромный ущерб не только этим компаниям потому что нельзя просто причинить кому-то ущерб в рамках экономики это экономическая ситуация слишком как бы мир он крайне взаимосвязан и всегда ущерб несется идет и как сказать сопутствующий на этот ущерб происходит еще то есть этот ущерб наносится не только какой-то компании находящийся в экономе в экономической среде ладно идем дальше как гэри гэри гэнслер в этой ситуации будет выкручиваться и что он просто будет говорить потому что по хорошему счету в этой всей ситуации гэри гэнслер как председатель наносящий огромный урон не только крипто миру но и экономики в которой крипто мир этот уже глубоко зашел и интегрировался он просто неизбежно понесет на мой взгляд и должен будет понести ответственность и как он из этой ситуации потом будет вылезать потому что больше чем уверен что вот та лоббистская сила о которой сейчас сказал она просто сольет его просто в миг она не будет спасать человека который фактически весь удар примет на себя она от него избавиться и я даже не могу просто себе представить как глубоко сейчас гэнслер себя зарывает но мы идем дальше здесь есть еще один важный момент связанный в этом деле теперь про саму сек как вы знаете в ней работают пять комиссаров которые коллегиально принимают решения по тем или иным вопросам в том числе и гэнслер являющийся одновременно и комиссаром из этих пяти и председателем то есть боссом как мы знаем босс накладывает хотим мы этого или нет некоторые ограничения или скажем так направление на принятие решения своих подчиненных на кого-то в меньшей степени на кого-то в большей не суть но одна из этих комиссаров хистер пирс открыто и давно не скрывая ведет свою политику по крайней мере в направлении крипто совершенно идущую в разрез с гарри гэнслером она этого не скрывает и она законом фактически это имеет право делать защищена и фактически то есть то есть ей в этом плане угрожает только что но не милость гэнслера по барабану более того сейчас последнее время гэнслеру высказывают все чаще и чаще претензии в том что он нанимает персонал потому что ведь ну все к естественно не только эти пять комиссаров работают вообще там огромный гигантский штат кстати гэнслер который продолжает последний год раздувать ладно отвлекся не суть так вот последнее время вот этот внутренний конфликт среди комиссаров с гэнслером растет и продолжает набирать обороты если раньше это делала только открыто хистер пирс то последний раз об этом открыто высказался еще один комиссар сейчас я скажу как его зовут марк уэйда это чел который также выступал в конгрессе некоторое время назад они там 75 выступали но он тогда сдержан достаточно сдержанную позицию за занимал сейчас он на вот на прошлом деле сказал следующее что политика регулятора в отношении крипто является катастрофой по мне так это признак и кстати об этом говорил в ньюсблоке просто быстро повторюсь является признаком знаете чего дорогие зрители тонущего корабля и пусть наверное фраза немножко значит негативно когда с тонущего корабля первым делом уходят там покидают крысы не могу сказать что испытывая какие-то симпатии к этим зверькам но природа есть природа она создала всех нужны друг для друга там живностей но они по крайней мере в этой ситуации крысы являются самым признаком первым и достаточно важным о том что в корабле реально беда и сейчас может быть не очень хорошая параллель опять же да там крысы этих офицеров вот но скажу то что сделал уэйда на самом деле для меня является очень важным признаком того что сейчас всех внутри зреет очень серьезно серьезный конфликт потому что все таки это наверное даже не просто так какая-то позиция здравомыслящего или может быть такого сильного независимого там человека гражданской позиции о том что вот вы знаете я вот не согласен с тем что делает наш босс а возможно еще и попытка себя спасти потому что сейчас занимать позицию гэнслера по мне так является очень сильно токсичной опасной ситуации гэнслер вообще по мне так сейчас становится очень токсичным человеком который сейчас все больше и больше будут людей открещиваться отталкиваться и максимально дистанцироваться и вот теперь интересный момент в том что своими действиями гэри гэнслер реально роет себе могилу как я уже говорил недавно что за ним конечно есть определенно мощные силы которые его там сейчас защищают ему там не дадут и не дают а там сразу как-то утонуть но мне кажется уже этот момент когда еще можно своего представителя как-то спасать он уже оказался позади истории то есть в ближайшее время вот почему мне кажется этот остросюжетный детектив и может быть триллер который мы с вами наблюдаем связаны сек и с ripple и кстати уже еще не только с ripple сейчас я к этому вернусь который мы с вами сейчас наблюдаем близится все быстрее и быстрее набирая свои обороты к своей непосредственной развязки здесь речь идет не только про ripple компания камберленд дирви получила отсек уведомления о том что они подали на нее в суд и хотят штрафов за нарушение закона о ценных бумагах знаете в каком размере как ripple изначально 2 миллиарда долларов 2 миллиарда долларов у меня есть только одно знаете возникает как бы приходит одна одна мысль приходит в голову что наверное секс сейчас просто в своей агонии пытается оштрафовать всех подряд за нарушение закон о ценных бумагах при этом не объясняя как и почему все это давай наутку в суд решение которого они также не уважают и не принимают по крайней мере сейчас только для того чтобы хоть каким-то образом накошмарить участников крипто рынка собрать не хоть какие-то деньги потому что развитые раскачанный штат сейчас сек себя просто не только не окупает а с учетом того что действие секс приносит урон экономике вообще в принципе вот бизнес активностям и в принципе непосредственно еще внешнему ущербу я думаю что мне реально очень так кажется я надеюсь что все таки генсеру вот этот вот это плаха приближается все ближе и ближе это была вторая часть этой темы связаны секс ripple и сейчас мы перейдем к с вами с вами к третьей части и она позитивно интересная так вот что же делает ripple а ripple несмотря на все эти невзгоды и проблемы которые на самом деле не такие эфемерные потому что как я говорил что а лоббирующая сила за генсера может оказаться действительно мощной и никто коррупцию не отменял суды и в сша суды не идеальные коррупции есть везде так что итоговое решение в других инстанциях нам стоит следом все следует дождаться так вот несмотря на это ripple гигантскими темпами развивает свой бизнес идет на дальний восток получает лицензии в других странах это международная это фактически меж международное развитие крупнейшего бизнес крупного бизнеса то что самое главное она развивается не только в направлении стоит своих стандартных там крипто проектов она идет в традиционные финансы где самые большие и самые заинтересованные сейчас в чем-то новом деньги и активы а еще она открывает проекты причем не просто скажем так очередной какой-то крипто проект она идет сейчас в те зоны где конкуренция развита не очень крупно и куда также потом придут традиционные финансы я говорю про кастодиальное сейчас направление чем я говорил в ньюсблоге ripple каст эти дочка которая на мой взгляд неизбежно будет не просто расти она будет возможно одной из самых крупнейших в этой индустрии потому что сейчас да там есть тоже такие же крупные гиганты там как вот допустим джемини да там есть coinbase вот но coinbase это сейчас очень крупный проект который идет во многих направлениях ripple кастоди это не прямой конкурент coinbase это конкурент coinbase точки зрения кастодиального хранения так вот банков нью-йорк мелан вы же знаете да это не самый крупный но один из очень крупных американских банков как вы думаете почему несмотря на сап 121 который запрещает банком идти в кастодиалку не принимая на баланс обязательства что по сути является двойным резервированием и замораживанием своих активов и средств банков нью-йорк мелан туда пошел но с оговорочкой кстати еще а еще одной характеристикой гэри генслер который запрещал им идти без этого резервирования а bank of new york bank of new york мелан получил исключение не просто разрешение а исключение из этого правила и туда пошел вот кстати интересно дал сейчас заговорил про коррупцию сам сейчас подумал а где она кстати крутится это коррупция так вот банков нью-йорк мелан туда пошел отвлекся ладно я про ripple ripple сейчас семимильными шагами развивает свой бизнес причем настолько активный круто крупно что я даже удивляюсь на самом деле как смело и рьяно они идут вперед я очень надеюсь что на самом деле это конечно им окупится и этот эта компания на самом деле у меня она вот я говорил как-то давно вниз блоках как-то не сложилось мне какое-то тепло к ripple и прежде всего как серпи мне не очень нравится токен отвлекаясь ладно поговорю об этом как-то отдельно у которых нет ограничения как у по эмиссии как например у биткоина но в любом случае то что сейчас делает ripple действительно у меня вызывает огромное уважение то что как они сейчас реально защищают конечно же прежде всего свои интересы но в том числе неизбежно и интересы криптоиндустрии поэтому я искренним желаю удачи гэри гэнслеру я искренне желаю сейчас закончить уже свое может быть карьеру уйти на какую-то пенсию и больше не всплывать в истории в активных новостях а только лишь в истории как самый противоречивый и как сказал том эмер единственный председатель за всю историю сек который в главе которого сек открыта безусловно и в значительной степени лгала суду да это было конечно выдающийся но в любом случае эту историю сейчас эту тему связанную секрепл нам нужно заканчивать потому что выпуск получает довольно долгим последний на этот момент и последний раздел о котором с вами хотел поговорить о том что нас ждет на ближайшей и будущей неделе ну во первых бесконечные саммиты будут говорить о очень важном принимать супер стратегические решения делать очень громкие заявления в общем всякая ерунда различные анлоки всякие там токены тоже на самом деле ничего ключевого чтобы допустим как-то повлияло на рынок но кое-что важное что сейчас остается за рамках этого стандартного календаря это четвертый квартал который исторически как по крайней мере говорят многие аналитики является довольно сильным для крипто но дорогие зрители как я всегда и говорил что толпа и рынок это вещи которые всегда идут в разные направления поэтому когда все ждут от четвертого квартала каких-то результатов обычно это не происходит обычно но я не буду никакую делать аналитику оставлю это для своих коллег и друзей поэтому завершаю этот выпуск сегодня надеюсь он был интересным и полезным если так подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии я их обязательно прочитаю отреагирую но самое главное я желаю вам отличного трейдинга хорошей недели и через неделю мы с вами увидимся снова всем пока и и и и и и